А кто тогда должен ухаживать за родителями, кроме сына? Конечно, сын. А какой он сын, если не может заставить жену приготовить еду и отнести родителям? Это какой сын? Сын он или враг родителей? Мужчина одел шапку, не может жене сказать, иди накорми родителей. Я не буду кушать мою еду, отнеси им. Сказать не может. А это тоже спохватилось. Ага, мы так нормально жили, теперь я слышала от какого-то человека, что они не обязаны кормить родителей. Слышала она? Вот от таких смутьянов. Они слышат такие и распространяют. А женщинам что надо? Им только валяться на диване и с телефоном ковыряться. Ну тогда пускай мужчина готовит. Муж готовит. Для жены тоже. Еще горшок пусть отнесет ей в кровать. И сам хинкал готовит родителям и кормит жену тоже. И шапку тоже отдает ей, а сам оденет платок. Вот что понимается из этого. Это разве не смута? К нам приходят один за другим. О, мы слышали, что мы не обязаны кормить родителей. Конечно, ты не обязана. Обязан он тебя заставить. А если не может он это сделать, поменяйтесь ролями. Коротко и ясно. Поэтому не надо слушаться таких смутьянов.